всем привет меня зовут андрей и я профессионально занимаюсь автоподбором на данный момент у нас заказан автомобиль lexus rx задача у нас не простая нужно найти автомобиль до 40 тысяч без повреждений можно сказать как салона состояния всего лишь два цвета в заявке черный и белый варианты которые нас устроят они находятся в киеве сейчас мы направляемся туда и сегодня у нас будут осмотры обзоры и тестирования данных вариантов а так смотрите прибыла нас lexus человек привез сейчас будем все осматривать я все покажу состояние помыли так давайте вернемся по стеклам lexus есть у меня вопрос по зазору этого бампера сейчас будем смотреть повнимательнее так так раз родные раз подогрев лобового есть шильдик на месте капота клеен у вас до капот в пленке до диски бордюрки вроде нет так целенькие смотрится тормозные по выработке довольно таки свежие по поводу бампера вот горит когда сумели потому что проводили шумку дверей то задних арок и передних ну я так думаю чтобы добраться хотя вопрос над чем в общем видно что его снимать разность зазора она есть и тут под фарой чуть чуть ниже стоит чем должен так штора живая у вас два комплекта ковров да да небольшая ворса есть что затягали уже видишь пойдем по салону так подклеена карта тут поролон чуть оставили сиденье давайте осмотримся вот есть чуть-чуть заломчики раз кожу бы почистить мне кажется поддержка работает подъем тоже работе вот так износа нет кнопки все целы порядок подлокотника есть небольшое притемнение требуется чистка и посмотри как поставили шумку там торчит там пластик не застегнули нормально то есть раз-два ну два косяка как минимум это ну я бы такую работу не принял сто процентов сделайте по нормальному то есть они не усадили правильно чтоб она защёлкнула все стало с той стороны тоже щель да 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 там есть на одной из деревья короче это мутно мутно это ей минус чтобы отпало у тебя нет такого ощущения мутничка какого то вот прям чувак мутный мутный максимально второго ключа нет где второй ключ он говорит остался в мариуполе мы говорим причем здесь мариуполь типа машина киевская там регистрация киевская вот у меня там жена короче жил-был история в общем ключа второго нет да короче это уже раз то есть ну если они где-то потом его он уедет со вторым ключом короче это целое дело второй момент ни одной отметки нету и груди вы обслуживали там то да сё того там туда-сюда что тут на 14 тысяч обслуживанию как это ну уже три года пошел прошло как раз в год положено менять масло даже если ты не накатываешь там 10 тысяч условно дату развод ты должен заехать поменять потому что нужно терять свои свойства ни одной отметки нет короче там вопрос на и сервисная книга я ее смотрел там есть исправление как бы хотя это странно ну такое же короче мне машина кардинально не понравилось я думаю я думаю это не то мы сейчас едем смотреть эту в спорт алло добрый день а звоню по поводу автомобиля продаете скажите пожалуйста как по техническим состоянием есть какие-то дефекты на данный момент никаких никаких детей в машину ну вы хозяин салона правильно да да не видел хорошо а вы сегодня сможете показать ее конечно да удобно вам будет где-то после пяти вечера после пяти вечера она находится на парковке там где полтавская дмитриевская центре ну без проблем да хорошо давайте тогда сделаем так я вас за час наберу и мы сможем подъехать посмотреть хорошо все спасибо всего доброго все спасибо подъехали уже смотреть данный вариант сейчас пройдемся кузову порядок шильдик на месте подогрев лобового стекла вы не знаете какие-то обклеивали там морду и какие-то не обклеивали раз-два на месте порядок 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 так начинаем по классике с крыши сейчас раз я вот так сделаю рядок так на бампере вот есть небольшая придерта раз-два ну вот тут пластики так салон есть по коже небольшой момент тут довольно таки аккуратно все выглядит памяти нет внутренняя часть кстати да привод работает поддержка спина работает здесь у нас автосвет подогрев руля электро багажник в принципе недочерков есть небольшие царапки задняя часть карта двери тут порядок чуть загрязнения есть на задней части вот от ног и тут видно ну надо защищать и обрабатывать для пластика все моменты отфотографируй все диски посмотри нету там ли сколов бордюр бордюрки до на задней стороне от ног очень много надо это все гореть защищать ну это не является проблемой но лучше понимали есть моменты мы сейчас не купили где выставка ты куда ты ешьте вот после трудового дня подкрепить синяя лексуса перелопатили кучу видео на таки от них до сих пор не может захватить так он мама не поэтому приятного аппетита всем он все дома без конечка как обычно ну трезвый образ в 7 он в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, скажите, пожалуйста, как техническое состояние, есть ли какие-то дефекты на автомобиле? Сколы, царапины, сдертости? Технические, возможно, какие-то дефекты? Продолжение следует... Она там покупалась и обслужилась, правильно? Да, и Киев, и Киев, и Киев. Ага, понял. Хорошо, какой у нее сейчас пробег там указан? Четырнадцать тысяч. Четырнадцать тысяч. А вы владелец автомобилем? Ну, мы будем шире зайдите, владелец шире. Ага, понял. Хорошо, скажите, пожалуйста, посмотреть ее можно сегодня? Угу. 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 У меня есть товарища текстанция, да? Да, это... Я честно не видел. Просто как... На цену это не влияет. Упоминаю, дядь, но что-то ничего не значит. Так, вот, поклеено. Ну, надо вытянуть. Да, это вообще не есть. У меня есть такая шестолинка, все выказывает. А вы занимаетесь, да, машинами? А? Вы машинами занимаетесь? Да, нет, просто себя люблю машину. Понял. Видите, оно белым приехало на лице. Это себе оставить, чтобы продать. Ага. Там вся морда, да, в пленке? Не, не вся. Я делал капот, фары противотуманки, подручками, зеркала, пороги. И часть крыши, я так увидел. Часть крыши, да. Да. И вот накладочка тоже пленки. А, буду что пробивать. Так, парктроники есть. Вот часть проблемная. Клеена. А зимняя резина есть у вас комплект? Есть. Хорошо. Ага. Вы говорили комплект ковриков тоже, да, у вас есть? Эти коврики я покупал фирменные. Ага. Да. А летняя резина есть? Вон. 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 В принципе, решение 200 гривен. Ну, мы взялись там гривен. А гривенку жарили. Да нет, мы тут ерундой занимаемся. Просто любим машины и время свое потратить. Смотрите, тут дело идет неделя-две. Только я сниму арест и делаю машины, я буду продавать белую, эту оставлю себе. Потому, ну, времени неделя-две оставлю. А я уже почти дожил заказки. Так, давайте. Посмотрите еще алюминиевый поставить. Тоже себе. Тут, в принципе, порядок. Ну, короче, машина для себя. Память сиденья есть. Стекло разное. Раз. Два. Вот есть небольшая царапинка. Вот так порожек. Порожек еще в пленке. Приятно. Салоном новым пахнет. Перфорированная. По... Сейчас. По одлокотнику. Чисто. Сенсорная панель. У нас идет подогрев, охлаждение сидений. Предотвращение столкновения. Выезд полосы. Тут мультимедиа управления. Подогрев руля. Автосвет. Электронный. Багажник. Электросервопривод. И... Это блокировка. По рулю. Строчка аккуратная. Я думаю все таки на том первом лексусе. Переделывали эту строчку. Они сделали под оригинал. Но там столько косяков есть. Здесь вот уже мы смотрим третью машину. Зашито все очень-очень аккуратно. Так. В принципе. Никаких нездертостей. Ничего нет. Подрулевые лепестки есть у нас. Тут порядок. Все чисто и аккуратно. Беспроводная зарядка. Также есть приятные опции. Задняя часть. Давайте глянем. Стекла на месте. На месте. Тут карта двери. Недочетов никаких нет. Свет. Салон очень свежо смотрится. Вот. Тут видите. Не знаю. Хотя вот. Либо это у них проблема. Конструктивная. Чуть-чуть вымазана. И тут. На месте. Порядок. И вот. Небольшая. Подогревы есть. Зарядки. Косякова по потолку пока не наблюдается. Прозрачные машины. Не надо. Без позвода. Будем надеяться. Сейчас посмотрим. Я думаю это вопрос к Lexus. Ну. Как может на таком пробеге быть. В такой мае. Так в целом. Ну. Салон вообще пахнет свежим свежим. Даже тут вот моменты. Пороги. Посмотрите в каком состоянии. Реально. Карта двери. Жива. Тут кстати. Смотрите. Есть приятная опция. Двойной стеклопакет. На шумку влияет. Серьезно. Назовем это так. Теперь ты понимаешь. Состояние самого первого. И разницу с теми. С этими вариантами. Тут. Привод. Работает. Привод. Работает. Можете завести. Пожалуйста. Звук послушать. Да. Конечно. С детства. С детства. С детства на Лексусе. Ездим. Там присветил. Запотевания нет. По турбине. Снизу. По турбине. У этого нету. А я знаю как бывает. Ну что ты там показываешь? Это что? А? Говорим что все. Двигателю хана. Ага. Ну это понятно. Ну потом у меня чуть-чуть. Ну что ж не подъезд. Под клапаном в принципе все чистые. Ааа. Знаете да? Вин код. Витя давай. Дж. 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 Б. Б. Эй. А. 0.0. 2.0. 8. 8. 7. Да. На стойке там еще да. Да. Реально нарядная комплектация. Дестроник. Торможение. Этот. Препятствия столкновению. Короче. Съезд полосы. Подогрев руля. Все что надо для жизни есть. Выглядит. Запах новой машины кстати был. Какой? Который вверх. Да? Нет Витя. Нет. Я тебе сейчас покажу. Ты видишь мы видос снимаем. Ты можешь это не... Да. И не рать в микрофон когда люди... Я не видел что он снимает. Нет. Короче. Она очень неплохая. Плюс в родном окрасе вся херня заклеена. Но видишь это не он заклеивал кстати. Сто процентов. Потому что он не знает что именно конкретно заклеили. И живенькая бодренькая. Едет приятно вообще. Все как положено. По диагностике в принципе одна ошибка. Пробеги сошлись все в блоках. Дорого хочет. Но она неплохая. Реально. Очень достойная. Комплектация. Состояние. Прям. Вмятинка то. 200 гривен разница. И все. По факту. На этом поторговаться можно. Not bad. Скажем так. Я думаю рекомендовать ее можно. В любом случае там поднять. Пересмотреть еще снизу. Все моменты. Ну на 14 тысячах. Отметка ПТО. Она говорит у него. Посмотрим. Как то так. Два комплекта резины. Два комплекта кожи. Короче. Полный. Пул есть. «Дебяками» это бампер красили и второй момент можете присветить оставляли на память это приклеивали что не уехал короче малярный скотч так тут служу принципе нарекания есть у вас не нареканий нет но бампер я думаю где-то его чиханули при или упер и есть в общем есть такой момент и еще вчера мы не заметили я думаю волокально вот короче я думаю его надо снизу как раз под определенным светом тут косичков чуть повылазил раз покажу вот раз вопрос да и вот вижу это что между дверью попало и открыли и вот два на этом уже снимали по технической части вопросов не до жидкости проверят течет запотевание нареканий по низу задние стенки вы запотевание не видели ничего сухо можно до подсветить редуктор порядок да хорошо занимайтесь туда и сейчас подойдет на привлоге там салон реально придраться не к чему ладно паси что делать и продать играть живой не видит ахинка короче тоже ожидание разочарование это часть потому что не все так сладко жаль мы покупаем первую машину у нас смотрели центр тихо технической части проблем нет но поддувался банка кучу кучу моментов не совсем качество ремонта то это начали с утренней стороны когда вы подняли как там все сделали как сломали крепление казалось бы это такая мелочь но мелочь к мелочи кузов без требует полировки и т.д. а в общем посчитали с клиентом математику и поняли что наверно мы еще посмотрим какие то еще другие варианты пока это не криминал но тем не менее все взвешивается на весах здесь мы решаем приходим к такому решению сейчас мы такие пять минут смотрим они будут максимально недовольны а что это значит Андрей может остановиться автобус Андрей автобус Энди пида ничего купил оригинальных салон доёта сутчик лаза вот каждый год меняя машина поэтому просто меня потому что опять хочется новых ощущений эмоций тут много чего плея надо отрестит тут вся как двери передние двери капот крылья стойки это обклей не я смотрю сейчас наружную часть 40 порядок на месте на месте так крыша порядок а он еще раз обклеена у нас раз два три стойка капот бампер нет крыло дверь дверь стойка принципе ну конечно единственно нельзя увидеть какие-то царапины потому что она он довольно таки в грязном состоянии машина как мы видим эксплуатируется сейчас смотрим салон так с фонариком я думаю буду поярче натерто чуть-чуть есть просиженность принципе сиденья у них такие тут все довольно таки аккуратно вот есть будет показалось так тут порядок сенсорная панель подогревы и охлаждение вентиляции сиденья автохолд здесь у нас столкновение съезд с полосы подогрев руля автосвет или сервопривод ковровая часть принципе как новая вот есть небольшой износик вот тут это педаль нормально тут принципе порядок сзади видите тоже есть либо слоны либо лексус ну так аккуратно тут конечно сало натерли как положено сзади на вот есть рис . тут непогода видно раз но подогревы есть зарядки тоже он есть за свою цену дороговато конечно не видно было красочного покрытия очень грязно старайтесь смотреть автомобиль чистым не в дождь не в снег не всякие бури и т.д.п. потому что это испорчить впечатление невозможно даст возможно посмотрим мы сами виноваты опоздали в общем критического ничего мы не нашли и так в целом в принципе по ходам ошибок не было пробег соответствует поверьте в блоках сейчас будем клиентам советоваться принимать решения думать стоит ли его там тянуть на подъемник уже доправлять какие-то моменты хотя по автомобилю пробег 42000 я думаю там все нужно будет порядок завтра у нас очередной осмотр будем проверять один лексус который нас сегодня заинтересовал но там продает перекуп любимый мой поэтому я думаю завтра будет интересно доброго рану шо выиспокс да утра добра не бывает да шо сегодня опять лексус опять лексус да едем на СТО досматривать его проверять там наконец был надеяться что что будет все окей хотя на самом деле это был изначально скучный подбор что там смотреть лету все ну как видимо показала практика даже официальных машин с такими приколясами отсутствие ключей там история интересная поэтому конечно вот 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 сервис и осматриваем автомобиль проверяем подвеску жидкости померяем там тормозную посмотрим диски каша чуть грязновато но этого как раз уж нам намного лучше чем вчерашний черный вариант наш до небо и земля со вчерашней 50 да вот маленький но рез тут ее еще я записал на мойку у нас у них аля на сервисе бесплатно можно помыть сейчас досмотрим ее и и загонят он может поприличнее было тут проблем с этим я не вижу никаких потому что 200 грин на победе тянут окладочка ровненько сидит порядок вот оклеена нижняя часть там сверху где берутся руками тоже оклеены кстати приятный бонус я вам даю задаток человек выезжает все это адекватно давайте не по перекупски за 7 в этой херни начались в чате сто процентов 48 я вам не хочу тратить не свое не ваше время это реальное предложение 50 здесь и сейчас я вам даю задаток человек стартует все хорошо хорошо я реально продержу не вам не надо 50 500 где мне просто она реально обошла 60 тысяч вот реально я на него хожу в минус 10 смотрит все то ставьте вышли на плату резины это все фиксировано давай житаю комплекте за 53 50 500 мы сожжем 200 долларов тоже самое вашу сторону сказать 50 500 говорите клиенту лучше он машину не найдет я хотел сегодня рубиться до последнего 51 честно скажу но вижу что с вами рубиться бесполезно бесполезно давайте по нормальному 50 500 это реальная хорошая цена отличная машина прозрачная сын мой будет на сделку все будет прозрачно это нормально хорошо давайте я сейчас передаю информацию я пошел тут нет я не принимаю я вам оставляю 300 долларов сделки у нас будет завтра сегодня человек приезжает завтра с утра мы можем все провести короче вот наконец-то мы его нашли проверили отобрали пересмотрели вдоль поперек перекуп и плакали все а мы отчасти в общем клиент сегодня выкидывается к нам завтра будем укрепляться 14000 2 комплекта протестов 2 комплекта кубиков идеальное состояние морда заглеена ноль нареканий написали и поэтому велка мы его долго искали Но я думаю, что человек, который его заказал, будет по-симонам. Об этом мы узнаем завтра. Поэтому на сегодня можно отдыхать, пить, гулять, путить и все дела. На самом деле вас успокоит. Все. Вам удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, мы уже доезжаем до Днепра, сблизимся к нашему дому. Клиент уже с нетерпением, с слезами ждет, когда мы доедем. К сожалению, мы с ним договорились, что они не хотят афишировать эту покупку. Поэтому вручения торжественного не будет. Перелезать ленточку не будем. Только шампанское открывать. Но это уже сделаем за кадром. Поэтому был, в принципе, интересный подбор. Хотя ничего этого не предвещало. Все должно было быть скучно. Лексус новый подобрали, за день поехали. А оказалось, все не так просто.